Друзья, всем привет! Сейчас увидел новость от 13-го числа сегодняшнего, то что казахстанцам дали еще одну возможность получить 42 500 тенге. Думал, на этом выпуске завершены, но нет. Постараемся помочь тем, кто еще не получил и кому пришел отказ. Итак, смотрим. Очень много комментариев. У меня было то, что людям обидно, что кто-то по несколько раз получает, а кто-то не разу. И там был отказ. Переходим на GovKizet, это официальный сайт. Эту ссылочку обязательно я оставлю в описании. Можете с ней ознакомиться, с этой статьей подробнее. И поехали! Граждане, которые из-за отсутствия банковского счета не могли получить соц. выпаду 42 500 тенге, теперь могут получать ее на номер мобильного телефона. Это новое введение от 6 мая. Так что на персональный счет электронного кошелька мобильного оператора без предоставления IBAN счета вы можете получить. То есть оператор запрос делает, если вы согласны получить на электронный кошелек мобильного оператора, то подтверждайте по смс и получайте деньги на баланс. Снять, конечно, точнее. Это не на баланс даже будет верно, а на электронный кошелек. Снять их можно будет легко. Орикс. Все это я перечитывать не буду, я уже прочитал и коротко пробегаюсь, рассказывая вам. Следующая информация, которую вы ждали, гражданам, которым было отказано соц. выплате из-за несоответствия требований правил при наличии документов, подтверждающих факт потери дохода в связи с введенными ограничениями на период ЧП, была предоставлена возможность повторно обратиться в районы и городские штабы по вопросам занятости. Что это за штабы, сейчас я расскажу коротко, но прочитаем дальше. К примеру, граждане, работающие по совместительству на двух и более работах, которые в заявлении указали потерю дохода только по одному работодателю, а фактически отправлены в отпуск без сохранения с заработной платой и другим работодателям, ИП по патенту, которые уплатили социальное отчисление обязательной пенсионной износы за период, включая март-май месяцы, но фактически не получали в этот период доход из-за ЧП. Итак, у вас есть возможность взять документы, подготовить подтверждающие, что вы лишились дохода, открыть данную ссылочку, и в описании я ее тоже оставляю. Это как раз контакты управления занятости и социальных программ городов Тутнур-Султан, Шымкент и всех остальных. То есть здесь есть данные телефона, адреса, также по регионам, открываете, смотрите свой регион, ищите где находится определенный штаб и с подготовленными заранее уже документами о потере дохода отправляетесь туда, насколько понимаю. Но я рекомендую заранее позвонить по указанным номерам, телефон доверия там, и узнать, уточнить этот вопрос. Но судя по тому, что мы здесь прочитали, была предоставлена возможность повторно обратиться в районы и городские штабы по вопросам занятости. То, насколько понял, они сейчас уже работают открытые, вам просто придется предоставить документы о потере дохода. После этого вашу заявку рассмотрят заново, и вы уже получите 42 500 тенге, если действительно считаете то, что вам положено данное выплата. Но есть категории людей, конечно же, которым назначается 42 500 тенге, то есть по данным правилам их я перечитывать не буду, наверняка вы уже о них знаете, это с первых дней много раз все обсуждалось. Вы можете просто взять, открыть эту статью, опять же, прочитать для себя, если вы входите в эту категорию, если действительно потеряли доход, просто обращайтесь. Также хотел сказать, что я наконец-то проверил свой статус заявки, он действительно изменился, состоит от 11 мая, выплата 42 500 тенге назначено, деньги отправлены в Народный банк Казахстана. И у тех, у кого еще возникли проблемы, до сих пор не могут решить их. То есть первую заявку получили, вторую опять же не удалось. Первый вариант, самый был простой, быстрый, это написать на вот эти две почты 42 500 собачка NBKZ и GFS KZ, указав все свои данные верно, то есть IN, FIO, телефон, IBAN счет. Также приложите скрины, то есть то, что вы находитесь, допустим, в неоплачиваемом отпуске от разных работодателей, скрины, скан, допустим, документов подписанных. Если у вас это все имеется, то вы можете доказать, что не получали доход за определенный период, за период ЧП и до сих пор, допустим, еще не вышли, то вы запросто отправляете данные письма на почту. Это не сайты, это почты. Отправляете туда эти заявки и их рассмотрят. То есть вашу изначально первую заявку, по которой пришел отказ, могут пересмотреть. Конечно, это не быстрый процесс. Один из актуальных вопросов, который почему-то до сих пор задают, люди на сих пор не поняли, кому, как и когда первая и вторая выплата идет. То есть те, кто подал заявочку до 16 апреля, именно 15-го включительно, последний день был, если вы до этого периода подали первую свою заявку и вам поступили деньги, не важно, там в 20-х числах они поступили, то у вас есть шанс получить вторую. То есть вам должна быть назначена вторая выплата. Если вам не пришло смс с отказом, все, ожидайте. Выплата до сих пор производится, просто нужно подождать. И, скорее всего, даже после 15-го, если все не успеют выплатить, после 15-го мая также продолжатся. Так что ожидайте тут. Если пришел отказ, то уже вы знаете, куда обращаться, что делать. Об этом ранее в этом выпуске сказал. Если же человек подал 16-го, 17-го числа, есть несколько человек, кто получили вторую выплату. На удивление, такие люди есть, но их не так много. То есть шанс получить, но сразу говорю, это просто, наверное, повезло. Я не знаю, каким образом так вышло. В данном случае людям повезло, и я рад за них, что реально так вышло. Но по факту, те, кто подавал там уже 18-го, 19-го, 20-го, 25-го и так далее числа, не задавайте, пожалуйста, этот вопрос, получите вы или нет. Все, было четко сказано министрам то, что отправлять заявки до 16-го апреля, 15-го апреля включительно. Больше на этот вопрос просто отвечать уже не буду, я устал повторяться почти каждому без обидцей тут. И на этом наш короткий выпуск завершаем. Надеюсь, что у вас все удастся. Я желаю вам удачи в этом, отправив заявочку повторно, чтобы статус пересмотрели и вы получили данную выплату. Все, всем пока, до встречи в новых видео. Да, еще я решил добавить один момент, то что третьей выплаты нету, ее не будет. Выплата была на период ЧП. Первый период это с 16-го марта по 15-го апреля, далее с 15-го апреля по 11-го мая. Вот два периода, когда продлевали ЧП, то есть первый период ЧП и второй период ЧП. Сейчас режим ЧП сняли, остался только карантин. Третьей выплаты нету. Пожалуйста, тоже не задавайте этот уже вопрос.